Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы приготовим вкуснейший мясной кебаб, завернутый в тонкое тесто, ювку и запеченный в духовке на хрустящей корочке. Это очень вкусно! В Турции все мясные блюда, запеченные на гриле или в духовке, называются кебаб. Адана кебаб, урфа кебаб, баклажан кебаб. В нашем сегодняшнем варианте это бейти кебаб. Для его приготовления нам понадобятся такие ингредиенты. Для начала приготовим сам кебаб. Я беру 500-600 грамм говяжьего фарша средней жирности. Одну луковицу, измельченную в блендере или мясорубке. Разбиваем одно яйцо. Добавляем 1-2 зубчика чеснока, пропущенный через пресс. Одну треть чайной ложки красного острого перца. И столько же черного молотого. Две-три столовые ложки панировочных сухарей. И соль около 1 чайной ложки. Количество специй можете регулировать на свой вкус. Добавлять больше, чтобы было острее. Или наоборот. В классическом варианте бейти кебаб не очень острый. Вымешиваем фарш руками до однородности. Можно даже слегка отбить его. Уплотнив, закрываем пищевой пленкой и даем постоять хотя бы 30 минут. Хорошо даже отправить в холодильник. Фарш дружился со всеми другими ингредиентами. И мы приступаем к формированию кебаба. Я делаю небольшие колбаски приплюснутой форме. Чтобы фарш не лип к рукам, обмакиваю их в воде. Сформированные колбаски кебабы выкладываем на застеленной бумагой для выпечки противень. Отправляем их в заранее разогретую. До 185 градусов духовку, минут на 15. Это зависит от вашей духовки. Котлетки должны запечься до легкой аппетитной корочки. Готовые кебабы выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Теперь раскрываем лист ювки. Так в Турции называется это тонкое вытяжное тесто. В других странах можно использовать тесто фила. Складываем его пополам. Смазываем растопленным сливочным маслом. На ровный нижний край выкладываем кебабы, отступив от краев. Заворачиваем сначала края, потом рулетом, как показано в видео. Оставшийся край можно смазать сливочным маслом или обычной водой, чтобы оно прилипло и рулет не раскручивался. Острым ножом нарезаем наискозь на кусочки шириной около 3 см. И перекладываем на противень. Процесс повторяется. Смазываем кусочки растопленным сливочным маслом. И отправляем в заранее разогретую до 190 градусов духовку до слегка золотистого цвета. Минут 10-15. А в это время приготовим соус, который будем подавать к нашему кебабу. Я использую протертые помидоры, которые сама заготавливаю летом, когда помидоры в самом соку. В разогретую сковороду кладем сливочное масло около 2 столовых ложек. Вливаем помидоры. Иногда помешивая, слегка увариваем на медленном огне. Добавляем щепотку черного молотого перца. И щепотку острого красного перца. В Турции это пулбибер. Соль я не добавляю, так как в моих помидорах он уже присутствует. Но если вы будете использовать свежие помидоры, то, конечно, добавьте соль по вкусу. Увариваем до средней густоты. В общем, это займет около 15 минут. Зависит от помидоров. Соус готов. Выкладываем кусочки бетти-кебаба на тарелку. В середине оставляя пустоту, куда кладем густой йогурт. И щедро поливаем горячим соусом. Присыпаем мелко порубленной зеленью. У меня петрушка. Принято еще по литру с топленым сливочным маслом. Так подают в ресторане. Это очень вкусно. Приятного аппетита или афиет улсун, как сказали бы вам в Турции. До новых встреч на моем канале. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...